Учимся танцевать, развиваем силу, гибкость, выносливость. Брейк-данс – сложный стиль хореографии, но каждому, кто мечтает покорить танцпол, это удается. Просто нужно внимательно смотреть, запоминать и тренироваться. Вместе с командой NOSENSE – оренбургские бибои, чемпионы России – уже в студии портала, они покажут вам парочку новых приемов. Тема сегодняшнего урока будет Power Move, а конкретно я вас попытаюсь научить элементу гелик. Нам надо сначала попробовать упражнение, называется статика. Мы должны левую руку поставить в пресс, правую – рядом, и попробовать выпрямить ноги. Вот таким образом. Первое, что мы должны научиться гелике – это плавно сходить на плечо и переходить на лопатки. Таким образом. И смахивать ногами. Это называется сход. После того, как мы научились сходить, мы можем уже пробовать полностью оборот гелика. То есть доходить обратно в статику. Таким образом. Машем левой ногой, правую поднимаем вверх. И сходим плавно. Возвращаемся обратно в статику. После того, как мы научились делать оборот, начинаем пытаться повторять циклически, делать несколько оборотов гелика. Необходимо все-таки заниматься общефизическими упражнениями, которые развивают силы рук. Для того, чтобы стоять и не болтаться, не хрестись, иметь более устойчивое положение. Как только вы это освоите, необходимо приступать к следующей стадии обучения. Это мах. Следующий элемент, который мы попытаемся вас научить, называется свайп. Свайп соотносится к разделу силовых вращений, то есть power move. Для того, чтобы случиться элемент свайп, необходимо выполнить исходное положение, с которого, собственно, он и осуществляется. Исходное положение выглядит следующим образом. Упор в одной правой руке и двух ногах. Выполняем обычное исходное положение. Так же можно сделать на левой руке, аналогично. Упор в правой, мах, упор в левой. Подъем. После того, когда мы научились выполнять с вами переход с правой на левую руку, мы пытаемся добавить воздушный переворот, собственно, самих ног. Исходное положение то же самое. Выполняем мах левой рукой и подъем правой ноги. Переворот. Под названием свайп. Как только у нас получается один переворот, мы пытаемся выполнить их два, три и четыре. Выполняем смену рук. Переворот. Переворот. Можно делать как через одну ногу, так и через две ноги. Можно делать его как на месте, так и по кругу. Просто для того, чтобы делать его по кругу, надо брать мах из гелика. То есть, так же промахивать ногами и делать круговые вращения свипа. Продолжение следует...